Слава Богу, дорогая церковь, рад приветствовать всех вас здесь, сейчас, на этом месте. Меня зовут Денис, и хотелось бы немножечко пообщаться с вами и передать некое, может быть, переживание, которое подготовил и переживал сам, и немножечко попытаться поделиться этим переживанием с вами, дорогая церковь. Вы знаете, дорогая церковь, за последние два года в нашей жизни, в частности в моей, было очень много разных переживаний, и, вы знаете, как бы пересмотрел очень много в своем сердце разных состояний, пережил, и хотелось бы общаться на такую тему, как верность Богу, и назвал слово свое «оставайся верным Богу, несмотря на буря в жизни». Давайте, братья и сестры, для начала, дорогие братья и сестры, хочется дать определению слова «верность» и немного порассуждать на тему, что же это такое «оставаться верным Богу», и определить для себя, что для меня есть верность. Верность – это нерушимое исполнение обязательств, которые кто-либо берет на себя. Это необходимое качество народа Божьего. Это также неизменный критерий настоящей искренней христианской жизни и веры. В Слове Божьем самым главным примером верности являлся Иисус Христос, когда Он во всех ситуациях оставался верным Отцу и исполнял Его волю. В Римлянам, в 15 главе 8 стихе говорится, «Я говорю вам, что Христос стал слугой обрезанных, чтобы явить верность Божью, подтвердив те обещания, которые Он дал праотца». И, братья и сестры, Иисус – это самый совершенный пример из Библии, который есть и является для меня. И также мне хочется затронуть пару наших внутренних состояний, сердца и души в трудные минуты отчаяния и печали. Физическое сердце всегда находится в одном месте, братья и сестры, это в нас, выполняя в системе кровообращения насосную функцию. Сердце постоянно нагнетает кровь в артерии. Сердце человека – это своеобразный насос, который обеспечивает постоянное непрерывное движение крови по сосудам в нужном направлении. Но мне хотелось бы сейчас заострить внимание о духовном сердце. Духовное сердце, оно, братья и сестры, может перемещаться. И о чем говорит сам Господь в нашем тексте в Матвее, в 6 главе, 21 стихе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И значит, местонахождение духовного сердца зависит от местонахождения его сокровища, Иисуса Христа нашего. И по смыслу слов Христа это определяет качество самого сердца нашего. Очень яркий пример для меня – это был пророк Илья. Пример верности молитвы и поплывания на Бога, несмотря на трудности в жизни и угрозы со всех сторон. Сейчас попробую вам как бы на примере, то есть зачитать Третье Царство, 19 глава, стих 14. Он сказал, «Возревновал я Господи Бога Саваофия, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом, остался я один. Но и моей души ищут, что поднять ее». В этом небольшом отрывке стиха я вам скажу, что это молитва человека Божьего в отчаянии безвыходной ситуации, когда он, несмотря на опасность, обращался и взывал к Отцу. Ответ Бога не заставил себя ждать в те минуты. Это божественная любовь утомленному душой и телом пророку. Пророк открыл для себя в простоте душу свою в молитве и остался верным Богу. Он открыл сокровеннейшее переживание перед Отцом и получил ответ на молитву в виде помощи, ободрения и утешения. И вторым примером я выбрал Петра и его учеников, когда Петр усомнился и начал тонуть. Иисус пришел к ученикам в час, когда они попали в нужду, когда дул встречный ветер, и жизнь стала борьбой. Как только возникла нужда, Иисус был там, чтобы помочь и спасти. Далее же мы читаем в Священном Писании и видим, когда человек заколеблется и подвергся сомнению. Это был Петр. Его состояние, когда он решился и был тверд, когда вышел из лодки и уже через мгновение тонул в воде, и когда подул сильный ветер и усомнился. Давайте прочитаем эти стихи из Библии. Матвея, 14 глава, с 28 по 31 стих. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди и выйди из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус в тот час простер руку и поддержал его. И говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И здесь ярко показан пример, когда человек чуть-чуть отошел, подвергся немножечко сомнению. В нашей жизни бывает такое. И уже кажется, все. Вроде бы сразу же это семя, наверное, враг пытается нам внушать, что все пропало, все печально, все как бы как-то идет не так. А нам всего лишь не нужно, братья и сестры, как христианам и верующим людям, как бы нужно уповать во всем на Господа нашего Иисуса Христа. И в этой ситуации подразумевается не отсутствие веры Петра, но ее нехватка. И мне, братья и сестры, этими стихами хочется закончить свои рассуждения и помолиться с вами за то, чтобы одной великой и неприходящей истиной для нас был Иисус Христос, который вошел в лодку каждому из нас. И ветер стих. Великая истина заключается в том, что там, где присутствует Иисус, утихает самый сильный шторм. И где наше сердце, там и мир Божий. Давайте, братья и сестры, поднимемся и помолимся. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты некогда, Господи, Боже. Пришел в мир, Господи, принес жертву Себя, Господи, за наши грехи, Господи, искупил нас, Господи. Аллилуйя, Господи! Дай нам быть верными, Господи! Дай нам уповать во всем на себя, да не будет именоваться всякий грех, Господи! Да не будет вот этих мыслей, Господи, неправильных, Господи, каких-то плотских, Господи! Дай, чтобы Ты всегда, Отец, был на первом месте, всегда сиял для нас, Господи, для верующих людей, для народа Твоего Божьего, Господи! И благослови, Отец, пожалуйста, укрепи, поддержи каждого, кто проходит пустыни, кто, Господи, сейчас, Господи, может быть, зашел в бурю, Господь! Я прошу Тебя, Отец, восставляй, Господи, утверждай, сияй, Господи, веди, Господи! Являйся этой путеводной звездою для нас, Отец, Господи! Благослови каждого, благослови народ весь Божий, Господи! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok